Здравствуйте, представители знака Зодиака Телец! 2024 год по месяцам. Торо прогноз на удачу и успех. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И для вас, мои дорогие тельцы, 2024 год – это защита Юпитера. Юпитер на вашей стороне. И если включительно по конец мая, это сектор вашего «Я», это ваши планы, амбиции, это в хорошем смысле ваше честолюбие, когда вы хотите изменить жизнь к лучшему, или вы хотите обустроить новое качество жизни. Это когда вы свою мечту хотите сделать реальностью, опять же, для того, чтобы вы как будто изменили либо собственный статус, не обязательно это про личную жизнь, но у кого-то и личная жизнь будет проигрываться, но это может быть изменение статуса через работу, через бизнес и через финансовую состоятельность. Почти до середины года. Это будет тот период, который принесет удачу и заставит реагировать на те ситуации или события, с которыми вы сталкиваетесь. Первые месяцы 2024 года вы будете защищены влиянием Сатурна также. Сатурн для вас как планета-союзник, который придаст новую энергию и позволит реализовать проекты и мечты. Но уже с конца мая Юпитер будет в вашем секторе денег, и поэтому финансовая история или вопросы, связанные с недвижимостью, с имуществом, как ко мне приходят деньги, вот они во вторую половину года будут наиболее актуальны, и это продлится в течение года. Это будет где-то еще половина года 2025. Но мы смотрим наш расклад на 2024 год по месяцам. И на канале есть плейлист, который называется «2023 год, второе полугодие по месяцам». Я рекомендую, можете перейти по ссылке, которую я оставлю в инфобоксе внизу под видео, правильно оценить, где, в каком знаке больше проигрывается. Подобные торопрогнозы, может быть, это у кого-то даже по Луне, у кого-то больше подсказок по асценденту, а у кого-то и по солнечному знаку зодиака. И что более откликается в вашей реальной жизни. И тогда для вас будут более точные подсказки. Итак, месяц и одна карта. И первый месяц у нас будет январь. Для тех, кто смотрит в январе этот прогноз, пусть это у нас не с начала месяца, остаются какие-то недели. Но я так думаю, может быть, как раз в январе какая-то кульминация для вас или решение может состояться. Итак, смотрим. На удачу и успех для тельцов. Январь. Заключительные дни. Февраль. Март. Апрель. Май. И июнь. Июль для вас, мои дорогие тельцы. Август. Сентябрь. Октябрь. И декабрь 2024 года. Итак, январь. Вы можете проводить в январе вообще больше уделяя внимание семье, желание что-то изменить дома, само по себе желание, какие-то цели, намерения вы будете корректировать в зависимости от нужд семьи или нужд вашей пары. Или это даже если вы один или одна, может для кого-то из вас вопросы переезда. Переезда может быть куда-то далеко или пусть поближе. Само по себе качество жизни проходит по этой карте. Четверка жезлов. Это праздник после победы. Значит, есть определенная финансовая составляющая, поскольку эта карта не просто успеха, карта уверенности, надежности. Это своеобразный якорь. Есть то, чем вы остаетесь довольны. Сам по себе месяц достаточно продуктивный. И здесь будет важно, знаете, несмотря на влияние, все-таки праздник, да, как будто радость есть, захочется расслабиться, но тем не менее удерживать заданные позиции и, значит, где-то работать, где-то уделять внимание своим проектам, как будто находить, может быть, и время между семьей или между вашими близкими, между вашими родственниками, детьми, между вашей личной жизнью и каким-то вашим проектам или работой или би-бизнесом вам придется удерживать вот эти самые позиции. Что для вас в февраль? Давайте посмотрим. Вообще, удачная карта. С чем-то вы наверняка определитесь. Это у нас рыцарь Пентакли. Это своего рода, я называю эту карту марафонского забега. Это когда мы что-то начинаем и понимаем, что этим будем заниматься долгий период времени. И забег где-то подразумевается лет на 10-20, наверное, как по Плутону. Может быть, вы захотите выстроить такую траекторию собственного успеха, когда нет синкопы, нет каких-то американских горок, нет каких-то, знаете, когда внезапные события начинают влиять на нашу жизнь, словно что-то ломают. Мы вынуждены переделывать, мы вынуждены подстраиваться. А вот здесь вот та самая траектория, когда хоть камни с неба, а мы как будто продолжаем начатое. Вот нам ничто не повредит. Мы из любой ситуации, вы мои дорогительцы, как будто найдем выход. И вот с подобным привкусом, смыслом надежности вы будете либо выбирать свое дело, либо вы будете какие-то действия предпринимать по работе, на которой вы заняты, строить на будущее, безусловно, планы. И, опять же, выстраивать финансовый успех, ведь все же у нас рыцарь Пентакли, он едет медленно. По этой карте внимание к мелочам нам говорят. В целом спокойная карта, надежная карта, стабильная карта. И когда мы занимаемся тем, и как будто мы знаем, что нам нужно делать, а чему не стоит уделять внимание. Вот для вас февраль будет тем месяцем, когда вы определитесь с чем-то и точно знаете, чего вы хотите. И если для кого-то из вас может состояться какая-либо поездка или приезд человека к вам, значит, придется проводить какой-то параллель, так или иначе, вот финансовый вопрос, он будет для вас в центре внимания. Может быть, это какие-то вопросы, которые вы будете обсуждать с человеком финансового порядка, но сам по себе, если мы говорим про энергетику, про удачу, про успех, полный вперед. Не говорят, что какой-то, знаете, как манна небесная свалится на голову, финансовый куш или какие-то доходы вдруг резко возрастут. Нет, это приложенные усилия, которые эквивалентом в геометрической прогрессе в последующем вашей жизни. Ну, вы тот успех, одним словом, который вы создаете своими руками, мои дорогие тельцы. Хорошо, идем дальше. Март. Продуктивный месяц, как, кстати, на согласование, на подписание документов, как на походы в банк, если таковые имеются. За что вы не возьмите, январь-февраль для вас продуктивный месяц. А вот в марте вам придется с чем-то определяться. Видимо, будет тот импульс, когда я хочу сделать что-то по-своему. Или это как новое предложение. Или это ваше озарение. Инсайт. Или какая-то эврика. Вот я теперь точно знаю, что вот этим мне хочется заниматься. Такое может быть. Или, мои дорогие тельцы, это может быть предложение. Ну, у кого-то даже по части личной жизни или по части работы. И вы можете, кстати, в марте месяце развернуться на 180 градусов и пойти в другую сторону, тем не менее. Или обстоятельства вас так как будто скорректируют. У каждого ведь своя жизненная история, составляющая. Может быть, это будет влияние каких-то, опять же, обстоятельств. Но по тузу жезлов этим хочется заниматься. Поэтому, в принципе, ну, видимо, будет какая-то как минимум новость, которая вас порадует. Но что вам придется что-то корректировать в марте, скорее всего, именно так. Но и по этой карте есть возможности. И если мы говорим на удачу, на успех, если есть какие-то согласования, ну, может быть, и с чиновниками. Или наша жизнь нас может отправить в любые инстанции. Не время горячности. Потому что все же с тузом жезлов может быть, знаете, такой аспект, когда я хочу поступить по-своему. И для кого-то из вас может эта огненная энергия вырваться наружу и проиграться, как я хочу все послать к черту. Правда, это проигрывается очень редко. Но для кого-то это важно услышать. Поэтому не время импульсивности, а как раз энергия может словно бить через край. Вот этот импульс, он должен быть приложен, как будто, знаете, выверен с какой-то четкостью до мельчайших деталей. Чтобы действие, какая-то ваша активность не создавала где-то хаос. Вот в этом плане с мартом будьте аккуратны. Апрель. Ну вот вы и на выборе. Сначала у нас был туз жезлов, а теперь у нас уже два жезлов. Был один жезл, стало два. Правда, вы как на выборе, вы как на развилке судьбы. Может быть, это обстоятельства, связанные отчасти с вашей семьей. Вы знаете, вот не случайно у нас четверка жезлов, первая карта выпадает. Это как задел на весь год, когда вам, видимо, в течение года действительно жезлы с одной стороны. Это у нас дела, работа, бизнес и деньги. Но именно в этой колоде карт Золоченого Таро у нас изображена семья. И, мои дорогие тельцы, вам придется где-то в течение года делать любое дело или ваше начинание, или способы заработка. Вы для себя продумываете. Может быть, кому-то и поехать придется. Или у кого-то релокация офиса. То есть, тысячи каких-то, может быть, вариантов. Но приходится это как будто соотнестись с семьей. Или с нуждами близких людей. Или с теми, как, знаете, оглянуться назад, если от вас кто-то зависит. Поэтому, может быть, вот этот самый выбор. Моя душа бы просила в каком-то одном направлении. А тут как будто есть варианты. Слушайте, наверное, подсказки собственного сердца. Для вас в 2024 году, я понимаю, для людей семейных или даже для людей в паре, когда есть какой-то союз, вы люди надежные. Это уже даже по умолчанию для вас многих проходит как какое-то обязательство. Пусть вы даже кому-то не обещали, но вы люди ответственные. И вы можете чувствовать, что ну и как же так. Мне нужно и вот какую-то составляющую продумать. Потому что как бы я не могу оставить просто так, может быть, тех людей, которые от меня какое-то время зависели. Или я помогал, или помогала. И отправиться именно по тропе собственных желаний или собственного успеха. И все же для вас это именно в 2024 году важно. Не оглядываться с прицелом на то, кому что удобно в отношении вас. Вот именно не быть удобным. Иначе у вас не получится свой какой-то проект реализовать. И вы где-то к апрелю можете прийти, правда, душа просит одного. А вот есть какая-то реальность, которая меня словно в тисках держит, и я оказываюсь на выборе. И может быть вот это такая, как развилка судьбы, вы будете решать очень важный вопрос в апреле. Но выбор, варианты есть. Это, само собой, уже неплохо. И может быть эти выборы, все же двойка жезлов, как будто и вашим, и нашим придется пока уделять внимание. Но давайте мы посмотрим сразу май. Мне интересно, что же нам в мае скажут. Вот вы сделаете этот выбор, да? Туз жезлов, двойка жезлов. И скорее всего для кого-то из вас в мае либо, правда, будет переезд, либо приезд человека, либо оформление каких-то документов, либо придет к вам информация, или вы сами будете искать информацию. Посмотрите, три жезловые подряд карты. Да, собственно, жезловые карты победы, праздника точнее. У вас начинается весь расклад на 24-й год. И по рыцарю жезлов, он, знаете, он едет один. Он готов к тому, что обстоятельства вокруг него меняются. Это смелый рыцарь, которого не испугаешь. И поэтому на май месяц для вас как желание, настойчивость, так отсутствие страха, отсутствие сомнений, когда я точно знаю, чем я буду заниматься, куда я поеду, что я хочу осуществить. Вот скорее всего в мае вы наверняка определитесь. И если вот эта идея какая-то или какая-то возможность, тот, кто заужезлов, ведь это всегда возможности, могут, знаете, прикладываться и еще и удачные обстоятельства. Вот как я говорила, оформить документ, кому-то получить визу. Или для кого-то из вас получить, может быть, нужный сертификат об учебе. Или закончить эту учебу. Или наоборот, начать и закончить в короткий срок. И это тоже для вас какие-то перспективы. Вот поэтому такое, ну, в апреле некоторое замешательство, да, я как будто топчусь на месте, потому что не знаю, как мне определиться. Но к маю вы уже точно знаете, в каком направлении вам двигаться, шагать, что-то менять, переезжать, или менять работу, или какие-то направления в бизнесе. Ну, кто знает, у кого-то ведь и с личной жизнью тоже могут быть обстоятельства, когда что-то у вас меняется. Правда, перемены как будто будут. Июнь. Будьте внимательны, будьте осторожны в июне месяце. Семерка мечей называют ее карта вора. Вообще, это карта хитрости. И когда, ну, есть попытки манипулировать. Это мелкая сама по себе карта, которая не говорит о фоне всего месяца. Но если мы говорим все-таки про хитрость, то есть, поэтому это как люди могут хитрить. И вам, как будто, мои дорогие, с чем-то не просчитаться в июне будет тоже важно. Может быть, допускайте тот факт, что люди вам всей правды не скажут. Они будут где-то иметь свою корысть. Может быть, будут пытаться вами манипулировать. Могут пытаться вас где-то использовать, приобщить к какому-то делу. С другой стороны, не будьте где-то безмятежны в вопросах финансов. Вопросах финансов, имущества, денег, может быть, каких-то договоров или получения там, или оформления кредитов. Я бы не сказала, что тут место для риска. Здесь место осторожности в июне. И словно делить все надвое. И когда вам кто-то что-то обещает, или когда вы подписываете какие-то документы, или на что-то соглашаетесь, или что-то обещаете. Вот быть где-то больше, Фомой неверующий, мои дорогие, в июне для вас более правильная тактика. Потому что каждый, может быть, или вы столкнетесь действительно с каким-то вау-предложением, которое вас захватит, вам захочется чем-то заниматься, или куда-то поехать, или с кем-то провзаимодействовать. Тогда помните внимательно, что вы можете не знать всей правды до конца. Или, может быть, даже это не обязательно, нас кто-то нарочит, хочет обмануть. Могут быть люди, которые тоже пока не видят какой-то своей реальности, и представляют это в одном виде свете, и вам транслируют свои, ну, измышления, как бы им хотелось, чтобы это выглядело. И вот в последующем что-то может начать меняться. Поэтому держать руку на пульсе. Вот обратите внимание, как будто молодой человек и лиса расходятся в разные стороны, и вместе с тем еще и оглядываются. Правда, себе не навредить. Быть хитрым, внимательным, где-то быть ловким манипулятором. Идем дальше. Июль, мои дорогие. Что для вас июль? Любовь. Надо сказать, что вот так общепланетарные события, несмотря на то, что мы говорим, Юпитер первую половину года до конца мая где-то, он будет в первом секторе. Это вы сами и ваши планы. Это, ну, как новое качество жизни, как я уже сказала. А вторая половина года с конца мая – это, наоборот, вопросы финансов. Но у нас на июле вот как раз выпадает карта любви. Это не только нам про любовь говорят. Это еще и про дипломатию, умение заключить важные сделки, подписать договоры, оформить документы. Тут, наверное, любое действие ваше со знаком плюс, когда мы правильно взаимодействуем с окружающими, будем дипломатом. Отчасти это вообще карта личной истории или искренних отношений. Уделить внимание тому, что надежно, искренне, я бы сказала. Но то, что вы договориться сможете, это точно. И, наверное, после семерки мечей вы где-то в июне месяце для вас, может, тайное то, что было, стать явным. Или какие-то вопросы, о которых вы только догадывались или предполагали. А здесь вот с чем-то какая-то правда к вам приходит, ясность. И, может быть, уже в июле вы будете... Ну, для кого-то это может быть как новые возможности или какие-то предложения. Ну, а для кого-то из вас может означать как раз и знакомство. И вот вторая половина года для личной жизни. Как будто даже звезды советуют тельцам, если в первую половину года у вас не получилось уделить внимание самому себе вопросам любви, личного счастья, то вот вторая половина года для этого должна быть как минимум использована. Несмотря на то, что как раз больше прогресс финансовый ожидается. Июль. Благоприятный месяц. И на удачу, на успех, повторюсь. Но где-то через дипломатию. Август, мои дорогие. Но вот здесь не про любовь. Здесь вы будете по рыцарю мечей. Я хочу знать правду. Это больше логики, больше холодных энергий. Это может быть, кстати, как приезд проверяющего, например. И будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Знаете, когда рыцарь мечей выпадает, это нужно видеть какую-то реальность настолько чётко, потому что обстоятельства или люди могут выдавать желаемое за действительное. Проходят как люди со сложным характером. Почему иногда и бывают внезапные какие-то приезды, которых мы не ждём. Это по части проверяющих. Или какой-то проверки, мои дорогие. Для кого-то из вас это важный пункт, когда вам придётся, может быть, и согласование проводить в высоких инстанциях или подписывать, опять же, документы, делать какие-то отчёты, смотря чем вы занимаетесь. Но есть тот пункт, когда вам помогает только одно. Мы ищем правду, и мы её находим. По рыцарю мечей со знаком «плюс» проигрывается именно наша возможность или умение видеть беспристрастно любые обстоятельства. И найти, допустим, информацию, как поступить правильно по закону, как себя защитить по закону, что на самом деле обстоит или как обстоят дела, если вам что-то предлагают. Предположим, предлагают перейти на работу в другую компанию. Значит, мы должны навести справки про эту компанию, организацию, может быть, узнать руководителя. Информацию можно разными путями найти. То есть, как будто не имеете права на ошибку, мои дорогие. Вот здесь должно быть выверено каждое действие в августе месяце. Сентябрь. Паш Пентакли. У кого-то вопросы, связанные с детьми. У кого-то, правда, в сентябре проплата за обучение. Вот буквально и так может проиграться. Для кого-то из вас обучение новому. Это как... Может банально проиграться изучение нового языка. Может быть, языка, программирование. У кого-то получение новой профессии, должности. У кого-то из вас это начало обучения в вузах, может быть. Или еще какие-то ваши планы, когда вы хотите запустить новый проект. Но это само по себе обновление. У кого-то это может совпасть, мои дорогие. Смотрите, выпадает у вас сначала карта личной жизни в июле. Дальше у нас выпадает рыцарь мечей. Это своего рода какая-то адаптация к реальности. И новое уже как вдохновение. Или свои новые возможности. Или эти возможности были и прежде. Но вы их в каком-то новом ракурсе видите. Какая-то перезагрузка для вас определенно в июле начинается. И может быть вот этот вот период, когда без права на ошибку. Вам ведь, знаете, может что-то и не понравится в августе, мои дорогие. В июле как бы все хорошо, тихо, гладко, спокойно. Или по крайней мере возможность договориться. А вот в августе здесь так может быть и колка. Немножко дискомфортно. Но вот как будто правда, истина, она дороже всего. Не замылить себе глаза эмоциями. Даже со знаком плюс или со знаком минус. Вот быть реалистом. И это для вас откроет как раз, ну, наверное, новое вдохновение. Новый какой-то интерес в той или иной области. И я так могу предположить, что для многих из вас. Либо по финансам, как, знаете, новый способ заработка. Или, может быть, как источник пассивного дохода. Или новые варианты, может быть, взаимодействия. Может быть, кто-то по криптовалютам начнет узнавать информацию. Ну, то есть совершенно разное какое-то направление, каким образом ко мне приходят деньги. Как я могу как будто увеличить свою казну или свой финансовый доход. Октябрь. Паш Кубков. Сам по себе спокойный месяц. Папажу Кубков. Могут быть и признания в любви. Личная жизнь. Но это еще и карта радости. Карта хорошего настроения. Карта, с одной стороны, неспешности. С другой стороны, это, знаете, когда у нас все ровно, гладко, как-то, ну, спокойно. Мы взаимодействуем как с людьми, так и с какими-то ситуациями. Но нет того, что нас ставит в тупик. В принципе, нас все устраивает. И все идет своим чередом. Вот где-то октябрь относительно спокойный месяц. Хотя для кого-то вопросы, связанные с детьми, тоже могут проиграться. Или вопросы в личной жизни. Вот, наверное, так. Но тут больше радует. Тут больше позитивных эмоций. И я должна сказать, что нет практически ни одного месяца вот из всех. Ну, разве что это у нас июнь выпадает, семерка мечей, когда нужно быть очень внимательным. Нет ни одного месяца, когда были бы какие-то препятствия для вас, действительно, мои дорогие тельцы. Но выбор вам как будто в течение года придется делать. И я бы сказала, дважды. Где-то первое полугодие нам уже сказали про выбор. Ну, и в районе июль-август, может быть, заходом на сентябрь, вы тоже с чем-то можете определяться. Давайте посмотрим, что в ноябре. Ну, вот она победа. Ну, вполне вероятно, нам говорят, все-таки опять у нас жезлы, дела работы, бизнес, деньги. Поэтому финансовая победа какая-то определённая для вас будет уже в ноябре. С чем-то, знаете, это как уверенность, надёжность. Но, с другой стороны, нам тут уже в ноябре не говорят, что вы завоёвываете какие-то новые высоты. Вы можете получить как, знаете, своего рода итог той ситуации, которой вы или по работе, или по личной жизни. Но вот то, чем вы занимались какой-то период времени. Всё-таки карта победителя – это карта итогов ваших действий, мои дорогие. И как мы подействовали прежде, как мы сработали или проработали, какие мы усилия приложили, и в нужном ли направлении такой итог вы получаете. Но карта нам ещё и говорит о том, что мы должны сохранять всё то, что мы имеем и достигли. 50% – достичь успеха, остальные 50% – уметь удержать. Вот и вы в ноябре будете что-то удерживать. По карте победителя всегда проходит усталость, мои дорогие. Поэтому в ноябре может быть сильная усталость, может быть и такое, несмотря на положительное, более чем значение карты, когда хочется отойти от дел, хочется немножко отдохнуть, а нам говорят – не расслабишься. Поэтому вот такой у вас, ну, серьёзный месяц – ноябрь, когда вы не имеете, опять же, права как ошибиться, так и расслабиться, так и, словно, отпустить что-то из-под своего контроля, иначе всё может кувырком пойти. Вот будьте внимательны. Итог как будто есть, который вы как победитель, словно на коне, да, я всё контролирую, но это от вас будет требовать жизненных сил и энергии. Но если мы говорим на согласование, на удачу, на успех, конечно, да. Декабрь. Ну, вот вам и вердикт. Я могу молчать. Карта солнца, она у вас выпала в декабре. Вот такой вот путь. Я не могу сказать, что что-то пройдёт само по себе. Правда, мои дорогие тельцы, вы в большинстве своём действительно надеетесь сами на себя. И вы не те, которые призрачный какой-то успех или его величество, случай, везение вы ожидаете. Нет. Вы именно строите свою удачу. Это для вас как тире и трудолюбие. А успех – это настойчивость. И у вас это получается. Посмотрите, в ноябре уже, как мы говорим, итог. А в декабре карта солнца, карта счастья, карта получения каких-то бонусов. Это когда вы довольны жизнью. Это качество жизни совершенно иное, с какими-то новыми возможностями. Это здорово, потому что это в преддверии 25-го года. И, как я повторюсь, я уже сказала прежде, в 25-м году до середины года для вас тоже продолжаются бонусы. И именно по части в секторе денег. Поэтому время как и 24-го года, так и с заходом на 25-й само по себе продуктивное. И, может быть, вас переключила карта двойка кубков на личную жизнь, потому что полное счастье у нас как раз бывает, когда все сферы жизни в балансе находятся. И для вас это проигрываться будет актуально к декабрю. Вот тот своеобразный итог как по делам, так и по своему качеству жизни вы должны получить к концу 2024-го года. И благодаря правильно приложенным усилиям, правильному расчету, умения, может быть, видеть реальность, а вы более чем реалисты, вы сумеете там, где нужно обойти острые углы или увидеть, суметь отличить правду от лжи, какие-то призрачные обещания от реальности. Так и что-то не упустить, может быть, в виде новых начинаний или какое-то свое творчество, хобби, свою задумку, свою мечту воплотить в жизнь. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.